всем привет вы на моем канале вязание все уже знают наверно давно что я люблю всякие ажурчики вязать и поэтому сегодня я хочу показать вам как вязать вот такие вот ажурные дорожки из квадратик который у нас уходит вправо то влево смотрится довольно симпатично мне кажется для палантинов каких-то платков вообще обалденный узор смело можно вязать какие-то пледы детские летние и зимние и даже пряжа по толще будет думаю неплохо смотреться кардиган бы я бы связала на лето ажурным таким узором ну если помела конечно точеную фигуру легко бы связала себе какой-нибудь ажурный пловер но для таких форм как у меня можно пустить например одну дорожку по спинке или на рукавах вот связать вот такой вот симпатичный узор этот образец связан из пряжи метража следующего 50 грамм 210 метров то есть довольно тоненькая ниточка и вязала я его на спицах номер три здесь у меня в ширину 2 аэропорта а высоту полтора я не стала вязать 2 потому что у меня потом не влезет в сумку где у меня сейчас хранятся мои образцы решила создать такой квадратик это уже постиранный и отутюженный образец ну и давайте конечно же я вам покажу как это вяжется рапорт нашего узора 1 составляет в ширину 12 петель и высоту 24 ряда будем вязать изнаночные лицевые ряды в изнаночных рядах у нас будет вязание по рисунку то есть мы будем провязывать петли так как видим а накиды будем провязывать изнаночными ну и давайте приступать так у меня набрано здесь 27 петель 12 петель у нас ширина рапорта я буду вязать 2 рапорта соответственно это 24 одну петлю и добавляю для симметрии она у нас в начале ряда 25 и 2 кромочные петли это год 27 я их набрала и провязала как обычно один изнаночный ряд чтобы мне было удобнее вязать так первую петельку это кромочная у нас мы ее снимаем и вяжем одну лицевую петлю эта петля у нас для симметрии со второй петли у нас начинается наш раппорт узора вяжем 3 лицевые петли 1 2 3 делаем накид и провязываем две петли с наклоном влево то есть можно две петлики сразу провязать вместе лицевой и дальше у нас 4 лицевые петли 1 2 3 4 снова накид и снова две петли вместе лицевой с наклоном влево то есть мы просто вместе провязали и 1 лицевая вот мы провязали 12 петель раппорта узора то есть дальше у нас идет повторение снова у нас 3 лицевые петли 1 2 3 снова накид 2 лицевые вместе с наклоном влево 4 лицевые 1 2 3 4 1 накид 2 петли вместе лицевой последняя петля лицевая это второй раппорт нашего узора и последняя петелька у меня осталась она у нас изнаночная потому что кромочная переворачиваем вязание и будем вязать 2 изнаночный ряд вместе первая кромочная мы снимаем и смотрим у нас здесь все петли у нас были в первом лиду лицевые соответственно здесь все будут изнаночные полностью изнаночная изнаночная ой накид изнаночным как мы помним и до конца ряда все петли изнаночные последняя кромочная тоже изнаночная разворачиваем вязание и вяжем 3 лицевой ряд первую снимаем провязываем для симметрии лицевую и дальше вяжем 1 лицевая дальше у нас две лицевой вместе с наклоном вправо этому петельку провязываем возвращая а следующую за ней набрасываем и переодеваем на правую спицу вот у нас две петли делаем накид и у нас 1 лицевая снова делаем накид и следующие 2 провязываем вместе лицевой с наклоном влево то есть просто вместе можно провязать и дальше у нас 4 лицевые 1 2 3 4 снова накид 2 лицевые вместе с наклоном влево 1 лицевая и 2 петли вместе с наклоном вправо снова провязываем возвращаем на левую спицу и следующую за этой петелькой набрасываем и возвращаем на правую спицу снова накид 1 лицевая и снова накид и 2 лицевые с наклоном влево и дальше у нас 4 лицевых 2 3 4 1 накид 2 вместе лицевой с наклоном влево и последняя кромочная изнаночной вот у нас 3 рядочка наших первых разворачиваем вязание и дальше вяжем изнаночный ряд 4 все петельки у нас будут изнаночными кроме 1 которого мы снимаем кромочную провязали изнаночный ряд развернули и будем вязать 5 лицевой ряд что мы здесь делаем первую петлю мы снимаем и сразу делаем накид сильно его не затягивается чтобы петелька не перетянулась и теперь нам нужно провязать 3 петли вместе лицевой для этого мы одну петлю снимаем поскольку у меня бабушки на изнаночной петли вот эти две петельки следующие я буду разворачивать я должна развернуть так чтобы у меня правая стеночка была спереди и вот эти две петли я теперь должна провязать за переднюю стенку вместе лицевой я немножко подправила и провязываю и вот эту петельку которая снимала на нее набрасываю снова делаем накид и дальше у нас 3 лицевые 1 2 3 снова накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном лево дальше у нас 4 лицевые 1 2 3 4 накид и 3 петли вместе лицевой первые снимаю разворачиваю свои петельки так чтобы у меня правая стеночка была спереди поправляю их немножко чтобы не было удобнее и за правую стеночку провязываю вместе лицевой и предыдущую петельку набрасываю снова делаю накид и дальше у меня 3 лицевые 1 2 3 дальше снова накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево и дальше у нас остается до конца ряда 5 лицевых 3 4 5 изнаночная кромочная провязываем изнаночной петлей разворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд как и предыдущие и так у нас уже шесть рядов провязана будем издать 7 лицевый ряд первую петлю как обычно кромочную снимаем дальше у нас одна лицевая для симметрии начинается наш раппорт один накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево дальше у нас 4 лицевые 1 2 3 4 снова накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево и снова 4 лицевые 1 2 3 4 это ширина 1 раппорта далее как и самого начала мы делаем один накид и 2 лицевые с наклоном влево снова 4 лицевые 2 3 4 снова накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево снимаем и у нас остается 4 лицевые 2 3 4 последняя кромочная изнаночной нас уже такие вот девочки получаются переворачиваем вязание вяжем изнаночный ряд 8 рядов у нас позади вяжем 9 лицевой следующим образом одну петельку снимаем 1 у нас лицевая для симметрии начинается наш раппорт 1 лицевая накид 2 лицевые вместе с наклоном влево 1 лицевая и следующие 2 петли с наклоном вправо вместе провязываем 1 провязываем возвращаем и набрасываем следующую на нее и на правую спицу снова накид 1 лицевая снова накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево дальше у нас 3 лицевые 1 2 3 и вот здесь наш раппорт заканчивается начинается повторение 1 лицевая накид 2 петли вместе с наклоном влево 1 лицевая и 2 петли вместе с наклоном вправо снова накид 1 лицевая накид 2 петли вместе с наклоном влево и оставшиеся 3 петли провязываем лицевыми а последнюю кромочную как обычно изнаночной переворачиваем вязание и снова вяжем все петли на изнаночном ряду изнаночными петельками вместе с накидом так это у нас 10 рядов уже мы провязали провязали и теперь будем вязать 11 лицевой ряд он у нас похож на 5 только с условием что у нас петли немного съехали влево первую петлю как обычно снимаем 1 петля для симметрии лицевой дальше начинается у нас ширина раппорта 2 лицевые 1 2 1 накид 3 петли вместе лицевой снимаю следующие 2 разворачиваю ох уж эти бабушкины петли управляя для удобства и провязываю лицевой эту петельку набрасываю дальше у нас накид 3 лицевые 1 2 3 накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево и и 2 лицевые 1 2 дальше у нас идет повторение 2 лицевой накид 3 петли вместе лицевой 1 снимаем следующие 2 провязываем вместе за правую стеночку и набрасываем снова накид 3 лицевые 1 2 3 еще один накид 2 петли вместе лицевой 2 петли вместе лицевой с наклоном влево и последние 2 лицевые и изнаночная кромочная вот у нас уже 1 квадратик рисовался и такие вот симпатичные большие дырочки разворачиваем вязание и снова провязываем изнаночный ряд вот у нас половина высоты раппорта провязана теперь будем вязать 13 лицевой ряд следующим образом снимаем первую кромочную одну петлю лицевую для симметрии дальше у наша наш раппорт 2 лицевые 1 2 дальше 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо провязываем возвращаем ой следующую набрасываем осторожно и на правую спицу переснимаем дальше у нас идет накид и 5 лицевых 1 2 3 4 снова накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая и дальше у нас идет повторение 2 петли лицевой 2 петли вместе с наклоном вправо накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево последнюю петельку провязываем лицевой и кромочная изнаночной разворачиваем вязание и вяжем изнаночный ряд 14 рядов провязали развернули 15 лицевой так первую петлю снимаем 1 для симметрии лицевая дальше у нас идет наш раппорт 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 1 лицевая снова накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид и 3 петли вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая 2 вместе с наклоном вправо снова накид и последние три раз два три лицевой и изнаночная последняя кромочная снова разворачиваем и вяжем изнаночный ряд по рисунку провязали развернули и будем вязать 17 лицевой ряд первую снимаем ничего не изменилось одна петля лицевая следующие 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо 1 набрасываем и возвращаем далее накид и 3 лицевые 1 2 3 снова накид и 3 петли вместе лицевой снимаем следующие 2 и развернула вернул их на спицу и провяжу за правую стеночку вместе лицевой а предыдущую петельку на брошу так накид и 4 лицевых 1 2 3 4 и теперь повторим 2 петли вместе с наклоном вправо дальше накид 3 лицевые 2 3 снова накид 3 петли вместе лицевой снова накид и до конца 4 лицевые 2 3 4 последняя кромочная 19 лицевой ряд вяжем следующим образом первую петельку снимаем и сразу вяжем 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо провязываем возвращаем на левую спицу следующую набрасываем и возвращаем на правую спицу дальше у нас идет накид и 4 лицевых 1 2 3 4 снова 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо снова накид и снова 4 лицевых 1 2 3 4 и 2 петли снова вместе лицевой с наклоном вправо и дальше все 3 петли лицевые 2 петли вместе лицевые 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо снова накид снова 4 петли и дальше 3 петли лицевые 3 и следующие 2 петли вместе с наклоном вправо накид и последняя кромочная изнаночная развернули и провязываем изнаночный ряд вяжем предпоследний лицевой ряд делаем это следующим образом первую петельку снимаем 1 лицевая для симметрии и дальше вяжем 1 лицевая делаем накид 2 петли вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо и 1 накид 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид 1 лицевая снова накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо 1 лицевая 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо так я не сказала у нас повторение пошло после вот здесь после накида где было 4 лицевые 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид и пошло повторение лицевой а накид и так далее так где я остановилась 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевую я раз два три снова 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая изнаночная развернули провязали развернули и вяжем последний лицевой ряд высоте нашего раппорта первую петельку снимаем одну лицу вяжем для симметрии дальше у нас две лицевые один накид и снова 3 лицевые вместе снова я одну снимаю две следующие разворачиваю и провязываю их вместе лицевой за правую стеночку и перед ведущую набрасываю снова делаю накид и вяжу 4 лицевые 1 2 3 4 2 петли вместе лицевой с наклоном вправом набрасываем накид 1 лицевая дальше идет повторение 2 лицевые накид 3 лицевые вместе накид и до конца вяжем лицевые 3 4 5 6 7 и последняя петля кромочная изнаночная и последний ряд изнаночными петлями вот провязали мы 24 ряда высоты нашего раппорта ну дальше вязать я не вижу смысла по моему тут все понятно что дальше будет происходить вот эти вот квадратики будут туда-сюда двигаться то есть для того чтобы вам связать какую-то кофточку таким узором вам нужно набирать число кратное 12 добавлять одно для симметрии вначале и две петли кромочные и начинайте будете всегда кромочная одна для симметрии первые 12 петель вы будете постоянно повторять и следующие 12 вязать как дальше я показываю вот такой вот симпатичный узорчик я надеюсь вам понравился всем спасибо за просмотр до новых видео и пока пока